Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 данные по инфляции в еврозоне, в 12.15 по GMT заседание Европейского Центрального Банка, в 12.30 руничные продажи в США и публикация отчета по первичным заявкам на пособие по безработице, в 12.45 конференция главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, которая прокомментирует и перспективы роста инфляции, точнее изменения инфляции, перспективы темпов экономического роста и в целом ожидания по тому, как ставка в Европе будет меняться на ближайших заседаниях, следующих за этим. Давайте обо всем по порядку. Индекс доллара котировки 103.40. Ралли доллара продолжается, причем на старом фоне, который мы обсуждали уже много раз. Американская валюта получает поддержку, потому что рынок больше не верит в агрессивное смягчение американской монетарной политики. И изменить точку зрения рынка сейчас очень сложно, потому что нету каких-то дополнительных фундаментальных вводных триггеров, из-за которых мы бы снова могли допустить то, что американская экономика нуждается в более активном снижении ключевой процентной ставки. Хочу отметить вчерашние комментарии главы ФРБ «Атланты» Рафаэля Бостича, который включил заднюю, теперь считает то, что уместно в этом году снизить процентную ставку в США только один раз. Напомню, что шесть месяцев назад он был сторонником того, что ставку нужно агрессивно смягчать, снижать до конца этого года. Буквально три месяца назад поддерживал идею того, что нужно будет как минимум точно наверняка снизить ставку в ноябре-декабре в совокупности еще на 50 байсных пунктов. Сейчас его точка зрения изменилась, и он ожидает одно снижение процентной ставки. Интересно, что будет через месяц, неужели он станет тем представителем и чиновником американского регулятора, который скажет, что ФРС вовсе не будет больше снижать ключевую процентную ставку. В целом, инвесторы с ним не согласны. У нас есть инструмент FedWatch Tool, который показывает, что вероятность снижения ставки в ноябре сейчас составляет 92%, даже чуть выше. Что касается декабрьского заседания, то там тоже ставку скорректируют на 25 байсных пунктов как минимум с вероятностью 84%. Поэтому, в целом, смягчение экономической политики продолжится, и главное, чтобы доллар все-таки наигрался с этим локальным восходящим движением и осознал наличие причины основания для развития нисходящей динамики. Золото 2679 долларов за тройскую лунцу. Мы рискнули, друзья, положившись на сантимент, что золото может развить восходящую динамику и, может быть, даже в идеале переписать исторический хай и закрепиться выше. Мы вчера были вот настолько близки к тому, чтобы переписать рекордную отметку. Хай составил 2685, по-моему, 40 центов. Исторический максимум 1685,59. Сейчас котировки находятся очень рядом с этой рекордной отметкой. Сантимент все такой же. 30 на 70 перевес в пользу меньшинства, которые остаются в длинных позициях, очевиден. И я все-таки рекомендую, что сегодня заседание ЭЦБ, конечно же, будет волатильным на рынках. Если, друзья, вы любите рисковать и согласны со мной, что иногда нужно брать и использовать возможности, то, вероятно, длинная позиция – это лучшая ставка по золоту, которой сейчас можно придерживаться. Я жду новый исторический максимум. И очень надеюсь, что завтра, когда буду выступать перед вами, у меня будет возможность сказать, что мы достигли этих новых рекордных отметок. Евро против доллара 1.0854. Вчера я обещал вам, что представлю или предложу аргументированную позицию того, что Европейский Центральный Банк не станет менять ключевую процентную ставку. Конечно же, это мое субъективное мнение. Я верен своему мнению. Я считаю, что иногда нужно мыслить иначе, не так, как все. И в данном случае в отношении европейской экономики, на мой взгляд, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы брать и смягчать национальную монетарную политику. Аргументы следующие. То, что, да, инфляция в еврозоне демонстрирует устойчивый нисходящий тренд. Но это, что касается основного индекса потребительских цен. Для ИЦБ более предпочтительной индикацией ситуации с потребительскими ценами является база. Инфляция остается существенно выше цели. И держится на отметке 2,8%. Темпы роста заработной платы в еврозоне средний показатель составляет сейчас 4,5%. Его тоже нужно сопоставлять с лимориентиром по инфляции в еврозоне. И, соответственно, фактическая цифра в 2,5 раза выше цели. ИЦБ по уровню инфляционного давления. И, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что высокие заработные платы – это, фактически, стимул для роста потребительской активности и, в конечном счете, для создания предпосылок для усиления инфляционного давления. Буквально несколько дней назад мы говорили уже о динамике роничных продаж в Германии и еврозоне. И был зафиксирован значительный прирост. Поэтому я жду логичного отклика этой статистики в данных по индексу потребительских цен. И третий фактор – это дефицит рабочей силы, который является актуальнейшей проблемой для европейских компаний. По последнему опросу рейта с 20% европейских компаний испытывают трудности с наимом персонала. Если мы предположим, что ИЦБ снижает процентную ставку, создает условия для роста бизнеса, рост бизнеса будет подразумевать необходимость создания новых рабочих мест, ну где брать эти свободные трудовые ресурсы? Придется бороться за те ресурсы, ту рабочую силу, которые есть на рынке. Каким образом? Предлагать более конкурентную заработную плату. Это значит то, что заработные платы будут расти. И мы возвращаемся опять же к тому, что средний показатель роста заработной платы пойдет вверх и тем самым станет стимулом для усиления инфляционного давления. На мой взгляд, ограничительная политика сейчас более уместна, потому что в текущих условиях достаточно появиться к какому-нибудь фундаментальному форс-мажору в виде скачка цен на нефть, например, что может быть при определенном развитии событий. И очень плохо будет, если в этот момент времени, когда инфляция будет расти из-за повышения цен на нефть, Центральный банк, который отвечает за конкретную национальную монетарную политику, еще и будет заигрывать с более низкими процентными ставками. Ну, в общем, посмотрим уже сегодня, какое решение примет Европейский Центральный банк. Я рассчитываю на сохранение статуса КВО или на снижение процентной ставки, но на довольно жесткую риторику главы Европейского Центрального банка Кристин Лагард. Поэтому допускают то, что евро-доллар, который сейчас активно шортят, может получить возможность для восстановления и снова превысить отметку 1.09. Пара фунт-доллар 1.2984, ставка на данные по инфляции не оправдалась, фактическое снижение инфляционного давления повысило вероятность смягчения британской монетарной политики. И я очень надеялся на то, что Банк Англии все же не станет корректировать ключевую процентную ставку, но судя по уроничному консенсусу, теперь ожидается, что Банк Англии дважды снизит ставку до конца этого года. Я принял решение, друзья, от британской валюты в текущее время и на данном этапе отказаться и искать другие возможности. Если будут предпосылки, которые снова склонят чашу весов в пользу того, чтобы Банк Англии тоже не торопился с смягчением национальной монетарной политики, я вам обязательно подскажу. Нужно еще, чтобы и доллар одумался и пошел вниз, чтобы создать условия дополнительно для роста рисковых активов. Доллар канадец без изменений 1.3762, мы говорили ранее уже об отчете по инфляции, который повысил шансы на агрессивное смягчение канадской монетарной политики. Этой точки зрения будем придерживаться и дальше. Доллар франк тоже смотрим вверх, сейчас уже максимум с 19 августа. Ждем вообще обновления рекордных отметок, ну хорошо, рекордных, опущу, локальных максимумов с начала летнего сезона и движение выше отметки 0.88. И рынок нефти бренд без изменений 74.35 текущей котировки. Большой акцент делаю на слабую китайскую статистику и на уже состоявшийся пересмотр прогнозов по росту спроса на топливо. И со стороны ОПЕК, и со стороны администрации нефтической информации, со стороны Международного агентства. Все они понизили как раз ожидание по росту спроса из-за того, что очень сильно ухудшились перспективы китайской экономики. Пока что идеальная условия для шартовых сделок, сантимент этому также не противоречит. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.